Всем в тренде! Сегодня очередное воскресенье, и мы продолжаем рубрику лучших рэп-новинок за эту неделю. 2018 год подходит к концу, и мне очень интересно, ждет ли нас в этом году еще какой-то громкий альбом, либо хит, который будет ассоциироваться у нас с этим годом. Возможно, некоторые новинки из этого выпуска станут именно такими, поэтому смотри выпуск до конца и обновляй свой плейлист вместе со мной. А также хочу напомнить, что все новинки одним плейлистом ты сможешь найти в нашей группе в ВК. Кстати, помните, в прошлом выпуске неделю назад я рассказывал вам про IQ Trade? Это сервис, где вы сможете сделать инвестицию и через выбранное вам время, согласно тарифу, примножить свой вклад. Так вот, неделю назад я решил проверить данный сервис и инвестировал туда 2500 рублей, выбрав тариф B. Через неделю мне должны были начислить на баланс 3026 рублей. То есть 526 рублей – это моя чистая прибыль за неделю, ничего не делая. Сегодня я вывел свой баланс на Kiwi, и все получил моментально и быстро, без каких-либо проблем. Они действительно не знали мой аккаунт, и я реально проверил, работает ли этот сайт или нет. В итоге, все хорошо, деньги я получил, и дальше планирую инвестировать в тариф C. Поэтому, кому интересно, ссылка будет в описании. Эта неделя порадовала нас не только новыми треками и клипами, но еще и релизами. А также и огорчила, ведь правительство России, а точнее сам президент, высказался по поводу отмены рэп-концертов. И заявил, что рэп держится на трех китах – это наркотики, секс и протест. Больше всего в этом беспокоят наркотики, поэтому мы должны думать, как сделать, чтобы этого не было. Но у меня тут встает вопрос, ведь не только в рэпе есть наркотики и секс, а также и в попсе, и роке, и в любом другом жанре. Это музыка, и она должна быть такой, какая она есть. Какое ваше мнение по этому поводу? Напишите в комментариях. Ну а начнем мы обзор недели с долгожданного альбома от Illumate. И здесь я могу с уверенностью сказать, что артист прыгнул намного выше своей головы. Альбом действительно заслуживает внимания и обязан попасть в ваш плейлист. Жаль, что на фитах мы не услышали облу, ведь данный коллаб был бы интересен. Но тем не менее, пластинка действительно получилась очень годной. Каждый день много дел, и мои дела в порядке. У нас нет общих тем, да мои дела в порядке. Я к тебе охладел, и мои дела в порядке. Сколько лет все в себе, да мои дела в порядке. И надо спешить, я врубаю самый полный хор. Самые же лыжи, наплевать на каждый светофор. Буквально на прошлой неделе мы услышали новый альбом от Экса. Как уже на этой неделе мы получили еще два подгона для фанатов данного исполнителя. Это клип на песню Бэт, который был сделан в мультяшной графике. Но несмотря на это, автор клипа вложил смысл в эту работу. Здесь показывают нам человека, обладающего особой энергией, которую он в итоге направил на создание новой жизни. Вероятно, здесь проходит метафора, касающаяся его сына Гекиума. Второй подгон от команды Экса это новая совместная композиция с Лил Вейном, которая стала саундтреком к новому мультфильму про Человека-паука. Сам трек звучит очень хорошо, но вот куплет Джассия это опять-таки сырая демка. Видимо написано даже не под этот бит. Но что есть, то есть, даже такой. Качество все равно приятно слушать. Ти Фест нежданно для всех, впрочем, как и всегда, представил своим слушателям новый сингл под названием «Не помню», прослушав который ты сможешь еще раз убедиться, что Ти как и был, так и остается самым перспективным представителем Газгольдера. Надеюсь, в скором будущем мы сможем еще услышать и новые совместные работы с Криптонитом. Кодак Блэк, несмотря на большие трудности в жизни, связанные с тюремным заключением, нашел себе силы и вдохновения на записи выпуск нового студийного альбома, который, к слову, получился очень годным. На релизе 16 треков, а на пятах мы сможем услышать Джуси Волда, Трэвиса Скотта, а также Лил Пампа. Но помимо альбома на этой неделе еще вышел и клип на совместный трек с Лил Пампом. Дикий крокодил Рэм Дига Спустя почти два года за тишь я на этой неделе выпустил свой большой новый сольный альбом, который получил название Тюльпан. На альбоме мы услышим как и старый стиль Диги, где есть агрессия и грязь, так и танцевальный стиль, по треке которого мы сможем потанцевать в клубах. Еще стоит выделить два фита с Мияги. Настоятельно советую послушать всем данный релиз. Мне венок стерна, мне клинок в ребра, мне пинок в пропасть, вслед плевок подлый. Но ни на кого не в обиде ничего не жаль, теперь ты знаешь, сына, как закаляет сталь. Пусть разрывает колонки, и дыбустует как спонг, и не сплюешь на так спонг, девчонка, девчонка. Пусть разрывает колонки, и дыбустует как спонг. Ну и раз речь зашла о старичках, то грех не упомянуть новый сингл от Басты «Под палящим солнцем», который Василий записал специально к саундтреку фильма Т-34. И еще одна новость от старичков русского рэпа – это новый трек от царя. Да-да, того самого царя. Видимо, он решил вернуться в рэп-игру, при этом задействовав всю новую школу. А на обложке мы можем увидеть фотографии Фейса, Биграшен Босса и Фараона. А Сапроки продолжает экранизировать свои работы из крайнего альбома, и на этой неделе он представил нам новый клип на трек «Тони Тон». Бэйсик Бой презентовал уже второй по счету сингл из грядущего релиза, и на этот раз это фит с Тветом. Это очень стильная и динамичная композиция, которая полностью выдержана в стиле бэйсика. Но куплет Твета не может не порадовать его фанатов. Надеюсь, данный трек залетит к вам в плеер точно. Экс-участник Бенза Гэнг Доуп на этой неделе выпустил релиз «Прайм Тайм», на котором с гостевым куплетом отметился лучший рэпер на этой планете «Трил Пил». Эммм, ну трек, конечно, на любителя, но мы все знаем, что Трил Пил лучший, поэтому он может себе это позволить. Ну и мы плавно перейдем к нашим фрешменам. И сегодня я хочу вас уже второй раз познакомить с таким очень классным исполнителем, как Три Грин Индекс и его новой композицией «Tell Me Swag». Работа получилась очень хорошая и заслуживает большого внимания. А также он проводит конкурс у себя в группе ВК, где разыгрывает новые очки Гуччи. Условия конкурса очень простые. Нужно всего лишь подписаться в группу ВК и репостнуть его новый трек. Деньги на деньги меняю шалавы, мой лед не растопит никак, а я лава. Я при делах, если вы рубля гонорары, оседлал, сука, под названием зла. Ссылка на данного фрешмана, а также на его группу ВК будет в описании. Ну а на этом все. Пишите в комментариях, какая из вышеперечисленных новинок вам понравилась больше всего. А также не забудьте поставить лайк, если любите рэп. И подписаться на канал, чтобы всегда оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube.